Для своего любимого написала. Он любит, когда я рядом, Уютную и такую домашнюю. Он смотрит добрейшим взглядом, Прощает за ссору вчерашнюю. И все мои вредности, шалости С улыбкой со мной обсуждает. Но в будни мы видимся редко. О, Боже, как мне его не хватает! Пишет стихи, поет песни, играет на гитаре. К тому же замечательно готовит, вяжет, шьет. Это платье сама смастерила одной из дочерей на выпускной бал. А еще она снова студентка. Получает третье высшее образование. Оптимист по жизни. Ольга Мартемьянова ни на что не жалуется. Жалеет лишь об одном, что в сутках только 24 часа. Но и с этой, как она говорит, неприятностью научилась бороться. Нужно тратить меньше времени на сон, решила будущий дипломированный психолог и дала себе установку. Высыпаться за 4 часа. 4 часа подъем. Как обычно, в телефоне надо почту всю просмотреть. Где-то какие-то новостями обвиняться. Потому что в течение дня это абсолютно некуда. А дальше у нас прекрасное озеро рядом есть, где можно парочку километров проплыть. Потом быстренько сбор, легкий завтрак и пешком на работу. Вот тебе и зарядка, собственно говоря. До работы у нас 7 километров получается. Да, это где-то час ходьбы у меня. Такой вот хорошей, полноценной ходьбы. Работает Ольга в детском саду. Педагога-психолога нередко называют врачевателем детских душ. Вот она и лечит, тщательно подбирает ключик к каждому маленькому сердечку. Такому хрупкому и такому сильному. Видно, кто долюбленный, кто недолюбленный. Всегда хотелось бы сказать родителям, любить своих детей. Потому что дети несчастные. Вот дети, которые несчастные, у них взгляд несчастный. Они просят, они требуют этой любви. Что для меня чужие дети. Нет чужих детей. Вот они вот когда с тобой соприкоснулись один раз, а это уже все, это твои. Привыкшие всегда и во всем быть первой. Если уж браться за дело, то делать на твердую пятерку. Так решила Ольга еще в детстве. Отличница во всем. В учебе, в профессиональной и личной жизни. У нее крепкая дружная семья. Две взрослые дочери, школьник, сын, надежные помощники по хозяйству. И замечательный, понимающий муж. С которым, говорит Ольга, за 25 лет совместной жизни ни разу не пругались. Вот мы тут уживаемся лес и скорпион. Все говорят несовместимые знаки. Оказывается, очень даже совместимые. Теплом, заботой и лаской в этом доме, кажется, пропитан каждый уголок. А как же иначе? Ведь вместе они построили не только свое семейное счастье, но и этот большой, уютный дом. Это очень сильно объединяет. А когда ты еще стоишь рядом, держишь гвоздики, подаешь инструмент, это вообще незабываемо. Когда надо что-то поддержать, вот именно оказать поддержку. Мама, она самая лучшая, потому что, ну, я, наверное, не знаю таких людей, которые могут поддержать в любой момент. Единственная лучшая подружка, наверное, по жизни так будет всегда, потому что только мама поддержит, только мама выслушает, даст какой-то совет. И я ей очень благодарна, и очень ее люблю за это. Замечательный человек, который подарил мне прекрасных детей, дочерей, сына. Разносторонне развитый, всегда, то есть, находит себе за дели, ну, это круглосуточно. Когда не посмотрят, что что-то пишет, то что-то читает, то какой-то вебинар слушает, то постоянно развивается. В общем, она такой мотиватор у нас в семье. Какой-то вечный двигатель. Вечный двигатель, который находится в постоянном поиске. И она нашла себя. В очередной раз. Теперь, как говорит Ольга, загадочно улыбаясь, приходится жить на две семьи. Славик, ты помнишь, у меня завтра концерт в филармонии? Непременно буду. Да, это вторая семья. Больше я по-другому это не назову. Где-то найдешь вдохновение, утешение, поддержку. И я благодарна всем нашим ребятам вообще вот за то, что мы вот так вот нас собрал Господь Бог, наверное. Коллектив дружный, замечательный. И когда мы на сцену все выходим, это, конечно, это звучит. Оля чувственный человек. Она относится к роли, можно даже сказать, что особенно профессионально, потому что не просто же прочитать какой-то текст, о нем надо подумать, его надо провести через себя, показать свое переживание, отношение к этому герою. Кроме того, что она показывает все эмоции, отношение к герою, она еще очень надежный человек, потому что именно Оля у нас является стабилизатором хорошего настроения и вообще хорошего отношения к жизни, потому что, когда появляется Оль, начинаем улыбаться. Улыбается вокруг нее, улыбается она сама. Хотя дорога, к счастью, не была безоблачной. В прошлом пришлось пережить немало потрясений, которые до сих пор дают о себе знать. Попала в автомобильную аварию. Теперь это сказывается на здоровье как самой Ольги, так и одного из самых родных ей людей. И только огромная работа над собой, ее умение не пасовать перед трудностями, живой интерес ко всему новому и неизведанному, плюс неуемная энергия, позволяют ей жить интересной, насыщенной жизнью и дарить всем окружающим радость и любовь.